Всем привет, с вами Адривар. Сегодня у нас в гостях снова бога магии. На данный момент их порезали, да, разработчики их не кисло так порезали, но в то же время, по моему личному мнению, они еще не потеряли своей актуальности этой связки, и поэтому сегодня мы разберем, что лучше брат, что лучше стакается, как вообще лучше собираться, но обо всем по порядку. Первоначально, конечно же, поговорим по поводу стенки и по поводу Марса, потому что этот челик всего лишь за одну единичку золота, соответственно, будет в самом начале у вас появляться. То есть, будет появляться и появится, это две разные вещи. То есть, если у вас, например, Марс не появился до какого-нибудь 10-12 раунда, ну, соответственно, 90%, что вы уже в бога магов или вообще богов выходить не будете, потому что это не имеет смысла в них выходить, если вам просто тупо не дропается Марс, а значит, вашим оппонентам он дропается. То есть, в эту связку уже не надо, ну, не стоит, короче, выходить. Поэтому давайте будем отталкиваться от того, что вам все-таки Марс в первом, втором, третьем, четвертом раунде прилетел, и вы начали его собирать. Но одного для стенки Марса мало, то есть, еще в стенку надо еще два каких-нибудь жирных персонажа. На мой взгляд, лучше всего будут подходить именно какие-нибудь мехи. То есть, они очень жирные, очень много могут дэмэджи впитать, особенно на третьем левеле. Но не только мехи сюда будут хорошо заходить. Сюда будет и Джагг, и Абаддон, и Туск. Тот же Антимаг сюда может зайти. Ну, короче, сюда, на самом деле, в стенку могут очень много персонажей зайти, в зависимости от того, кого вы собираете и, ну, кто вам дропается. На самом деле, здесь вот стенка реально зависит от того, кто вам дропается. Чего вам больше идет, то и собирайте. Того же Слордара можно тоже в стенку собрать, если вдруг вы потом в дальнейшем не будете выходить ни в Медузу, ни в Тайда. С стенкой немножечко разобрались, давайте переходить к магам, то есть, к тем персонажам, которые будут носить дэмэдж. Обязательно в магам ЦНК, просто обязательно. Это моя троица постоянных юнитов, которых я обязательно беру, чтобы начинала работать пассивка от магов. Зевс тоже маг, но не факт, что он вам прилетит там до 20-го раунда. У меня, наверное, за все время Зевс прилетел буквально пару раз до 20-го раунда. То есть, где-то позже он будет, и то есть, да, он будет уже четвертым магом. И да, потом можно будет даже кого-то поменять, потому что все равно пассивка от магов работать будет даже с тремя юнитами. Итого минимально мы имеем стенку из трех юнитов и три юнита на магов, то есть, шесть персонажей. Стенка у вас может больше, может быть, из четырех юнитов, в зависимости от того, кто вам больше дропается. Может быть, у вас стенка даже из двух марсов всего состоят. Тогда можно на задний план больше всего добирать. Но это костяк вашей комбинации, то есть, к этому костяку еще обязательно два юнита. Это Зевс с седьмым юнитом, и это Бурешаман, то есть Дизраптор. Когда вы уже собрали этот определенный костяк, вы уже сами думаете, кого вам больше дропается. Можете в стенку еще одного юнита, можете Тайда взять еще дополнительно, как у меня здесь. Можете еще одного Розора, можете еще одного Шамана Бури, можете еще Медузу, если у вас Тайд не пришел. На самом деле, вот восьмое, девятого юнита можно абсолютно, ну, не рандомных брать, но можно чередовать. Можно повторы брать того же Шамана, Розора, того же Зевса можно еще одного взять. Вдруг, если вы сражаетесь против Найта Троллей, тогда вместо, например, того же Розора, чтобы баф элементали не работал, можно взять Энигму Самуэля. То есть, можно Розора просто, ну, перенести или в резерв на данный момент, ну, то есть, в зависимости от того, с кем вы будете сражаться. Либо вообще продать и вместо него взять Энигму как легендарку. Но здесь уже в зависимости от того, какие ваши оппоненты и в кого они собираются. Просто Найта Троллей на данный момент стало, ну, просто очень много. И самое прикольное, что по несколько юнитов могут в Т2, в Т3 точно собраться. Такое ощущение, что одни Найта Троллей играют сейчас. Соответственно, на конец игры, когда вы имеете в составе 10 челиков, то есть, у вас будет стенка из трех минимум юнитов. Ну, желательно три. Просто с двумя как-то будет сложновато, на мой взгляд. Потом будет обязательно три мага плюс Зевсы плюс, в зависимости от того, ну, то есть, Шаман Бури еще один лишний, Тайт, Разор, два Разора или два, например, Зевса. У меня на данный момент здесь два Зевса и Тайт. То есть, вот таким составом вообще просто идеально было. То есть, два Зевса, Тайт, все это настолько классно заходило. Это я противникам реально по 15-20 хп отрывал просто огромнейшим дэмэджем. Точно так же еще один рип из моих стримчанских по поводу того, что я взял два Шамана Бури. То есть, не пришел Зевс, не пришел там лишний Разор какой-нибудь Т2, просто Т1 Разор как-то в конце игры слабоватенько. Зато пришли два Шамана Бури и именно двух Шаманов Бури я, в принципе, по итогу в конец и выставил. Перед окончанием видоса уже пару слов по поводу артефактов. Старайтесь Шамана Бури побольше артефактов именно на восстановление маны. Вот прям вот реально в Шаманов Бури побольше этих артефактов, чтобы они просто нон-стоп давали свой статический шторм, чтобы противники не могли никакие способности использовать. Точно так же эти артефакты можно отдавать Зевсу, чтобы он тоже побыстрее заряжался и побыстрее выдавал свои способности. Ну и в зависимости от того, кто там у вас, если Тайд, то Тайду тоже. Но, конечно, на всех запастись артефактами прям на восстановление маны очень сложно, но в первую очередь я бы вам реально посоветовал отдавать именно в Шамана Бури. Вот, собственно, такие бугай-маги считают, что они до сих пор тащат, и ими до сих пор точно так же можно хорошо, красиво играть. Если вам видос понравился, если для себя что-то новое подчерпнули, то ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал, пишите комменты. Ну а с вами был Андрей Вар, всем пока!